Ничего, ничего. Скоро Казахстан станет Россией. Скоро Казахстан станет Россией. Серьезно? Нет, нет. Да, да, походу, да. Сколько можно? Мы уже, блядь, не знались этого ждать. Там, блядь, КМБ не залетело. Да, блядь, они нас знают, слушают. Скоро Казахстан станет Россией. О как! Влажные мечты пассивных гомосексуалистов. Ассалам алейкум, леди и джентльмены. С вами Сула. Азмас шоу. Сейчас мы посмотрим полную версию этого выпуска, этого видео. Там буквально 3,5 минуты, ребята. Далее будет извинение от этого Максима Пырева. Максим Пырев или как его там, не важно. Будет он еще извиняться. Там буквально 5 дней прошло, как я понял. Я его начал уже видосы записывать. Извините, я не я, лошадь не моя. Там чуть ли не на коленях сосать прощение. Давайте посмотрим этот видос. А далее мне будет что сказать. Поехали. Привет, ребят. Как дела? Джексей, Джексей, пойдет. Да. Мы с Казахстана. Я из Горловки, Донецкая Народная Республика. ДНР. Донецк? Донецк, ДНР что? Это Украина ли или Россия? Не, уже Россия. С Нового Года мы официально Россия. Ай, молодец, молодец. Дядька, ну мы за тебя болеем. Честно. Красавчики. А вы не обманываете? Мы за вас болеем. Мы за вас болеем. Вы молодцы. Сколько у вас хребта, столько мало у кого есть. Вы молодцы, ребят. Спасибо, спасибо, ребят. Ну мы, знаете, какой кровью нам это все дается? Знаем, знаем. 8 лет. 8 лет нас бомбили. Нас не замечали. Информация до нас доходит переработанная. Ну вы, бля, молодцы, мужики. Мы за вас болеем. Честно. С дырявым автоматом. Молодцы, ребят. Спасибо на хорошем слове. Мазарня, да. Ничего, ничего. Скорый Казахстан станет Россией. Серьезно? Нет, нет. Да, да, походу, да. А мы заебали. А что, уже есть предпосылки? Сколько можно? Мы уже, бля, ждали этого ждать. Как не честно. Попяток. Тихо, тихо. Ребят, не мешайте, ребят. Не мешайте человек правильные вещи говорить. Можете ближе сюда, можете ближе. Город, где мы живем, город, где мы живем, называется Атрау. Этот город всего 500 километров от Самары. Всего, буквально вот. И это, здесь 50% русских было. Сейчас понаезжали целая куча. То есть, уже нас начинают где-то что-то угнетать. Понимаете, да? Но, но, мы верим, что Казахстан без России так же, как и Белоруссия. Никуда, никуда. То есть, Россия наш брат. И мы его дети. Ну, слушай, ну, здраво, здраво размышляешь. Мне нравится ход мысли твоей. Тебя как зовут? Меня зовут Максим. Самое главное, что все в комитете. Самое главное, что в КМБ не залетело. Да ладно, тут они сейчас рулетки не сидят. Да, блядь. Они нас знают, слушают, пизду. Серьезно? Да, наверное, блядь. Не знаю. Не, вас нужно уже срочно освобождать. Макс, ты слышал, что Владимир Владимирович уже тоже готовит спецоперацию? А что даже в руках у тебя такое? Блядь, да, нас не надо уж. Воздушка, воздушка. Максим, слышал, да, что спецоперация будет в Казахстане тоже? А нам нахуй нам не нужна, мы здесь живем мирно и все. Ну, конечно, мирно. Я слушаю Максима, у меня волосы дыба стоют. Если я в Казахстане, и Россия будет воевать, я буду на стороне Казахстана. Ну ты, да, а Максим будет за нас. Максим, давай. А ну-ка, встань, блядь. Встань, предатель. Я тебе говорю, я буду за Казахстаном. Не-не, он шутит, у него душка не хватит. Душка не хватит. Ну, вот так вот. Я хочу сразу сказать, ребят, этот видос я взял у Пан Василия. Пан Василию миллион, как говорится, наших уважительных лайков. Спасибо большое. Ссылки на социальные странички Пана Василия и Святых Джавелинов вы сможете найти в описании под этим видео. Сейчас, прежде чем мы приступим к просмотру видео, где этот мальчик извиняется, прошу вас подписаться на наш телеграм-канал Азмас. У нас там по этой теме, а также по другим темам нереальное общение печенья вам понравится. Вот по этой ссылке сможете найти мой телеграм-канал. Также ссылку оставлю в описании под этим видео и в первом же закрепленном комментарии. Ал, Казах тілінде, дәл осы бағдарламаны көргіңіз келсе, біздің Азмас Казахшыға Ютуб парақшамызға уйтып жазыланыз. Мене осы сыты, мен сол Ютуб парақшамын табылас, және сыты, мен сым видео насында алтырам. Бәрліқ видеолар сүрде, күрметті ағайындар, Казах тілінде болады. Ну, а мы давайте посмотрим видео, сіз вененеме. Всем ассаламу алейкум. Пару дней назад на фейсбуке появилось видео с моим участием, с чат-рулетки, где затрагивается тема Казахстана и России. Хочу сказать, что на самом деле я другого мнения о происходящем, я казахстанец, и прошу публичного извинения. Прошу понять правильно. Всем ассаламу алейкум. Вот так вот. Друзья, знаете, лет 10, наверное, да, может чуть побольше назад, да, я работал в одном, в городе Атарау, в одной фирме, я там был директором, короче, да. И вот отличительная особенность Атарау для меня, да, ну, помимо того, что там есть великая река Урал, да, я был, честно сказать, немножко шокирован тем, что, ну, большинство русскоязычного населения там, ну, я встречал таких вот и немало русских ребят, которые по-казахски разговаривали вообще просто фантастично, без акцента. Глаза закроешь, в жизни не скажешь, что это русский человек говорит на казахском языке. Они знали казахский язык в разы лучше, чем я. В разы. И знают. Я никогда, честно скажу, не ожидал вот таких сепаратистских движений, вот этих вот голубиных высказываний, именно от Атарауских ребят. Это все российская пропаганда. Пропаганда, которая отравляет мозг наших граждан. Не знаю, оставьте ваш комментарий, что вы об этом всем думаете. Давайте пообщаемся. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, Азмос Шоу. Всем пока. Салам алейкум. Ари ведарчи. Субтитры сделал DimaTorzok